Здравствуйте, друзья. Посмотрите на это. Дешевое шапито. Товарищ министр обороны Российской Федерации. В целом, обстановка в районе специальной стабилизированной. Да, от Киева отказались. Из Харькова отступили. Херсон отдаем сразу, без боя. Все стабильно, все стабильно. По отступлениям все стабильно. Товарищ министр обороны, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Не, 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 это не отступление, не. Это стратегическое занятие обороны по графику, строго по плану. Осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом. Сергей Владимирович, согласен с Вашими выводами и предложениями. Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Таким равнодушным голосом рассказывать о жизнях российских военнослужащих могут только два человека – Путин и Шойгу. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава за реку Днепр. «Есть». «Да куда тебе есть, Суровикин? Ты так уже в кадр еле помещаешься». Ватники в комментариях спорят, что дальше отдадут. Крым, Севастополь или сразу Донецк. Трушные, настоящие такие патриоты, которые вчера рисовали букву «З» на заборе, а сегодня пишут «Уйди с поста, не позорься». На самом деле город Херсон заминирован, а так называемое отступление – это попытка заманить в ловушку украинскую сторону для того, чтобы лупить по ним с другой стороны реки. Это стало известно сразу же. Гнилой план раскусили меньше, чем за одни сутки. У нас есть информация, что они этой работой занимаются очень активно и в достаточно больших площадей проведено заминирование. И мы предупреждали об этом и мирное население, в том числе потому, что оставляя блокпосты, оставляя какие-то объекты, которые они демонстративно покидают, показывая всем своим видом, что их там больше нет, это, как правило, сигнал для того, чтобы понимать, что объект, скорее всего, очень опасный. Гениальные стратеги разработали. Коварные планы, которые раскусили меньше, чем за сутки. Сейчас они подтянут артиллерию и РСЗО, чтобы было удобно работать по Херсону. И получится так, что с другой стороны реки будет большое скопление российской техники. Ну а дальше, как вы понимаете, туда полетят Хаймарсы и Барактары. Короче, опять Путин всех переиграл.